Всем привет! Сегодня у нас будет болтачка вот в таком вот виде. Телефончики держу в руке, поэтому она будет так вот трястись, но ничего страшного. Так вот, значит, у нас сегодня 28 апреля, и так... Впрочем, я обещала, что с 27... Ну, не то, что обещала, говорила в новостях предыдущих, которые в воскресенье тогда вышли, неделю назад, то, что я буду с 20 какого-то числа выйду в школу, и будем там учиться в этой самой школе, уже выходить, так сказать, на улицу из карантина, и всё такое, то, что делается, как обычно, в нашей жизни. Например, так очки бликуют, то, что... Не знаю, вот так вот, наверное... Блин, вот так лучше, да, чтобы блика такого не было. Так вот, значит, нам там говорили, что карантин заканчивается, пойдём в школу и так далее. Вообще-то всё меняется, всё меняется, а наоборот, всё возвращается всё на круги своя. И это самое, я собиралась там в выходные поработать над банкой и также дальше работать над подготовкой к экзаменам, начать заниматься к этому, готовиться к ним. И думаю, что выложу сейчас все видяки, которые у меня есть, готовенькие для Ютуба, и будут они выходить там где-то раз в день, раз в два дня, и в ближайшие пару месяцев вам будет что посмотреть на Ютубе. Ну, так вот получилось, что я пару дней затянула, до среды как бы затянула. Ну, в понедельник у меня был полностью забитый день, там я учусь, уроки у меня там до пяти часов, плюс ко всему вечером ещё в 18.30 у меня ещё занятия по японскому было в онлайн, в этом самом формате. Вот, дальше что? То есть, короче, понедельник у меня полностью отпадает, я в понедельник занята до самого вечера, и вообще обычно даже не вылезаю никуда, даже в компьютеры, не в интернет толком, никуда. Вот, во вторник было попроще, но я в вторник решила отдохнуть, да, там отдохнуть и мангой позаниматься. Потом в среду опять-таки такой довольно-таки напряженный день, там довольно-таки много уроков было задано, домашки. И вот, в четверг, а, в среду, по-моему, это самое, я вот из-за этого режима с этим карантином очень сильно долго не ложилась спать, ну, то есть до двух, там, ночи, до трёх ночи, и получалось, что поставать надо теперь уже к урокам, к восьми, там, к девяти утра. Короче, у меня был полный недосып, поэтому в среду я решила, вот уроки прошли, и я решила, что я буду спать днём. Поспала днём, компьютер оставила включённым, вечером проснулась, компьютер там тоже посиделись чуть-чуть, и с мужем вот это самое, что-то посмотрели, потом выключили, пошли спать уже на ночь. В четверг утром, в восемь утра, нет, не восемь утра, почти девять часов утра, у нас ко второму получается уроку по четвергам, это самое, значит, начинается урок немецкий язык, кстати, начинается урок немецкого языка у нас онлайн. И этот самый, пытаюсь, ну, я подключаюсь к MS Teams, мы по этой программке работаем, через телефон, пока это самое, пока там чищу зубы, там чайник себе поставлю, ну, пока в это время ещё через телефон. Потом покажу компьютер, начинаю его включать, а он у меня нифига не включается, короче. Короче, у меня такая проблема уже была, я уже как-то рассказывала про неё, то, что у меня компьютер иногда, его включаешь, он начинает как-то там жужжать, ну, эти кулеры начинают как-то активно очень работать, и через какое-то время он просто вырубается сам. Потом пытаюсь отключить по новой, и он это самое, ну, потом уже даже до загрузки Windows не доходит, в общем, просто-напросто перегревается сильно процессор, и из этого вырубается. В чём проблема, не знаю, я все кулеры почистила, все эти самые такого... Короче, все эти провода перетыхнуло, всё как бы всё должно работать, то есть как бы ещё пыталась загрузить его без жёстких дисков, всё равно то же самое происходит. Ой, вот, ну, короче, да, без графической карты включить не пробовала, потому что у меня на компьютере нету встроенной видеокарты, поэтому посмотреть, что получается, без видеокарты, ну, ничего не могу. Ну, типа, есть загрузка или нет загрузки, непонятно. Вот, дальше. Ну, короче, раньше у меня такая штука была, но она как бы, знаете, допустим, я могла посидеть, допустим, утром, и там, ну, максимум минут пять вот так вот этот процесс шёл, и в конце концов он всё-таки включался нормально, без этих шумов сильных. То есть как бы сначала там нажимаешь, он там сначала разгоняется, потом сильно-сильно начинает жужжать, это значит, что он всё, он вырубится. А если он включил, и он сначала прожужжал очень быстро, а потом вуф и успокоился. Вот, типа, вот тогда он включается, и уже нормально будет работать до самого вечера, пока я сама его не выключу. В этот раз, я не знаю, ну, минут десять, наверное, пыталась его включать, ничего не получалось. Решила, ладно, фиг с ним, надо просто-напросто уже какие-то запчасти для него покупать. Ну, и так получилось, что это наложилось ещё на то, что муж хотел себе компьютер, и мы как раз-таки заказали себе этот самый, как его, ну, собирались заказывать как раз-таки в эти дни этот самый запчасти для компьютера для мужа. Мы его сами, типа, собирать-собираемся. Собирать-собираемся. Вот. И в четверг мы заказали все, ну, все комплектующие для компьютера мужа, плюс ещё взяли, ну, там ещё пару евро оставалось, как бы, денег, и взяли ещё кусок этого, этот, как называется по-русски, там, блок питания. Вот, блок питания взяли ещё для моего компьютера. Будем проверять на блок, ну, на ошибку в блоке питания. Если, допустим, снова блок питания будет нормально всё, значит, это просто-напросто очень слабенький блок питания оказался. Ну, то, что со временем мне тоже говорят, что это самая производительность в них всё хуже и хуже становится. А этот блок питания уже, не знаю, сколько лет, там всего 400 ватт, и уже у меня была такая проблема, что как-то раз у меня сгорела видеокарта по какой-то причине, по какой, непонятно. То есть это либо это блок питания, либо это какие-то кулеры очень слабенькие, хотя, в принципе, кулеры, как бы, до этого нормально работали. То есть, как бы, знаете, когда, вот, допустим, он вот включается, когда, вот, быстро, ну, сначала, как бы, такой жёсткий такой вот идёт раскрутка, а потом, оп, и останавливается, да. И в этот момент, как бы, все кулеры работают нормально. То есть, компьютер не перегруж... не пере... как сказать? Не перенагревается, и всё, как бы, всё работает хорошо. Хорошо. Но иногда бывает такое, что когда при старте компьютера, что кулеры работают как-то не так. То есть это либо, ну, лежит проблема в... ну, как бы, три, как бы, для меня, по крайней мере. Три проблемы, как тут выясняется. Либо это блок питания, либо кулеры, либо материнская плата. Так как кулеры периодически работают всё-таки нормально, то есть вариант, что это не в них проблема. То есть, получается, либо блок питания, либо материнская плата. Блок питания дешевле, чем материнская плата. Денег у нас на всё, про всё сразу не хватает, естественно. Поэтому мы подняли пока, что только блок питания. Сначала проверим его. Если нет, то, значит, проблема всё-таки будет другом. Вот, это дело должно будет завтра, по идее, уже выйти из магазина. Там какая-то часть завтра только у них будет на складе. И с завтрашнего дня будем ждать доставку уже. То есть 29-го числа доставка пойдёт. Но обычно быстро в Германии всё это проводят. Это там день-два, то есть, получается, завтра у нас среда, четверг, пятница. Ну, надеюсь, четверг, пятница получим. И получается, что все мои файлики по видео, они у меня на том компе. И поэтому я не могу их загрузить на ютубик. Вот. У меня есть тут, конечно, ноутбук мой. Вот он тут, ноутбук. Ему уже лет пять, наверное, если даже не больше. Я не помню, в каком году мы его покупали. Но уже довольно-таки старенький ноутбук. Он очень лагает, в принципе. Ну, как бы лагает. Уже чувствуется, что он как бы сдаёт уже. Хочется вот что-то поновее, пошустрее. Особенно если сравнить с тем компьютером, что у меня до этого было. Да, это, конечно, тормоз компьютер. Ноутбук, смотри, тормоз. Мой маленький любимый тормоз. Не слушай меня. Ты хороший. Работай хорошо. Вот. Так, значит, что я там хотела сказать? Ну, в общем, да. Все видяшки у меня на том компе. В принципе, я могу, конечно, подключить этот жесткий диск к этому, к ноутбуку и все файлики там перекачать. Но у меня пока что особо там на это время не было. Потому что, опять-таки, я вот через ноутбук доделываю мангу в школьный переполох в свободное время. А в несвободное время там у нас идёт уроки, опять-таки, пошли. Куча домашних. Плюс ко всему, есть у нас дни, когда прям полностью, ну, типа, как понедельник, допустим, да, и пятница у меня довольно-таки жёсткие дни, когда у нас уроки очень долго идут. Плюс ко всему, вечером всё какие-то у меня занятия дополнительно идут. Допустим, у нас японские. Мы решили в онлайн курсы делать. Потом у меня ещё театралка во пятницу. Мы тоже делаем онлайн-то самое, репетицию онлайн по театралке. Ну, хотя бы просто, чтобы текст, ну, не забывать. Вот такую штуку делаем. Вот, ну, в общем, да, вот такие вот у нас дела. Тут это самое, к компьютерам, к приезду компьютеров мы готовимся таким образом, чтобы вот эту перестановку там сделали целую. Там, в воскресенье у нас с мужем мы как с утра встали и поехали делать перестановку. Тут получается, тут можно как-то переключить этот самый такой экранчик? Нет, наверное, не получится. Ну, а, допустим, вот так вот. То есть, не понимаю, где тут что? Секундочку, на другую сторону. Ну, так, вот так, наверное, да, вот так мне более понятно почему-то. Да, ну, короче, у нас зеркало, получается. Вот это зеркало раньше стояло у вот этой стены. Вот этот шкаф, он тут вот так и стоял. Этот стол вообще, он был в спальне у нашей. Это было рабочее место для мужа. Моё рабочее место, где я до утра стела, было вот в том вот углу. То есть, вон там вот, видите, лампочка вот этого, да? Это моя лампочка, где у меня как бы, ну, для компьютера была. То есть, в том углу у меня вот так вот, так, секундочку, вот так вот стоял мой стол, в эту сторону вот так вот. А вот здесь вот такая вот как бы тумба стояла моя, чёрная. Да, плохо, конечно, это получается, но ладно, без разницы. Да, это самое. И вот этот круглый стол, который весь заваленный, вот так вот, на нём как раз-таки стоял вот это такое дерево, это моё фигус стоял. Тут у нас вот эта перегородка, вот эта вот, секундочку, господи, куда палец делай, делайся. Вот, тут у нас стояла вот эта перегородка моя, которая сзади, ширмочка. И вот там, короче, было моё рабочее место. Сейчас всё это дело поменялось, теперь, значит, здесь у нас стол, рабочий стол мужа будет, рабочее место с компьютером тоже крутым. А моё рабочее место будет у нас в спальне, вот, и там будут ширмочки закрываться, когда видяшки будут снимать и так далее. Ну, в принципе, наверное, и всё. А, да, насчёт этого, насчёт уроков наших-то по удалёнке. Их, короче, карантин продлили. Пока что, вот, как бы, новая дата, когда мы вернёмся в школу, стоит 11 мая. То есть 11 мая мы пойдём в школу, возможно, да, то есть, возможно, там снова еды будут продления этих, какого карантина, этого непонятно. Да, пока что вот такой, да, такую дату назначили. И на сей момент у нас с 22 апреля, начиная, у нас уже официально введён, введены уроки по удалёнке через программку MS Teams. Как будто рекламку-то делаю, да. Ну, в принципе, она так, ну, она нормальна, в принципе, программка. У нас, по крайней мере, без всяких этих проблем как-то идёт, знаете, ну, реально как реклама сейчас пошла. Ну, ладно, это не реклама, если что. Вот, мне там вот это самое, кое-что, допустим, мне нравится, что там как-то немножко запутано насчёт этих, какого, сдачи домашки. Одни, значит, дают домашку, просто-напросто файлы прикрепляют к этому, к теме, другие отправляют домашку, как это какое-то задание экстра дают, другие требуют, чтобы мы в каком-то там записных книжках какие-то штуки делали. Ну, короче, возможностей много, и очень запутано всё это дело. У нас, кстати, наша школа предоставляет это самое ещё и каждый четверг и среду в 15 часов, ну, для нас как бы, да, для наших учеников, типа, как этот обучающий, урок обучающий по этому, по этому MS Teams. Ну, типа, если у вас есть вопросы к этой поддержке, то, типа, можно там в это время зачатиться с ними в видеоконференции и, типа, задать себе интересующие вопросы. Самый прикол, что у нас, допустим, у меня, ну, в смысле, у нашего класса по средам в это время ещё урок идёт, и в четверг тоже, кстати говоря, поэтому наш класс на эти супер-пупер обучающие занятия по технической поддержке не впадает вообще. Вот, так что мы как-то крутимся, пытаемся разобраться сами. Ну, в принципе, это самое. Мне, допустим, не сложно было, там, я как, это самое, два года уже, там, как в колледже техническом проучила, всё-таки не зря, да, всё-таки есть какие-то мозги, как обращаться с программами, могу научиться. Вот, что ещё, что ещё, ну, в принципе, да, экзамены тоже у нас на неделю съехали, они начинаются, там, чуть попозже, по-моему, у нас, блин, не помню точно дату, короче, я тут только три пока что записала даты, но у меня там ещё в WhatsApp скинули мне остальные даты. Короче, где-то в конце мая, 28, это 26 число, я вижу, у меня стоит ещё, это самое, будут у меня экзамены, а последний экзамен, получается, 12 июня, июня, 12 июня последний экзамен, то есть последний экзамен всё на два дня сместился. Ну, в принципе, как я, это почти что так же, как я и обещала, да, как в предыдущих новостях. Вот, ну, в принципе, вот такие вот дела, такие новости, да, я, если будет время, я всё-таки возьму, ну, если доставка компьютеров, комплектующих компьютеров будет очень долго, допустим, если до выходных их так и не доставят, то я на выходных всё-таки возьму жёсткий диск, подключу к ноутбуку и с него всё-таки скачаю все темы и бедяшки, которые я хотела на YouTube выставить, и выставлю для просмотра на YouTube. Ну, а пока что буду заниматься дальше этой такой мангой и уроками. У нас, допустим, сейчас уроки, далее там этот самый, как называется. Нужно сделать какую-нибудь инструкцию на тему время. Вот такая вот у нас интересная, прям суперинтересное задание, причём тема время может быть рассмотрена в абсолютно любом варианте, который мы только можем придумать, да, то есть первый, как бы, шаг был сделать этот самый майндмэп, этот, ну, такой, и, короче, собрать идеи, что конкретно про время мы можем рассказать. То есть время как хронологические события, время как какая-то новостная передача или журнал, время как этот самый физическая величина, время, допустим, каких-то больше психологических, философских рассуждений, типа время, это момент сейчас и так далее, да. Вот, ну, и, короче, дела что-то попроще, по крайней мере, я так думала, что попроще, да, это типа время как физическая величина. И уже это самое потом, и поехал, короче, это самое смотреть ролики про время как физическая величина, и, короче, до такого доехало, что там и атомное время, и мнимое время от этого, от Хокинга, и это самое, и всякие теории относительности Эйнштейна, короче, это самое, теории большого взрыва тоже туда входят, там всякие там сублимации, господи, субстанции, как называется, когда у нас состояние абсолютного этого, крой, ладно, крой тебе так запарилось, что мне это самое, я думала, что я сделала какую-то лёгкую тему, да, физическая величина, а оказалось, что это там очень много чего можно копаться в этом, очень много разных теорий есть, очень долго я за этим копалась, мне тут уже вот та самая куча этих записей, как я это самое вела по этим всем делам, ой, а надо какую-то маленькую инструкцию сделать, и, да, когда-нибудь я её, да, и сделаю. Ладно, на этом, пожалуй, всё, хватит болтать, и, в общем, да, ждите, скоро вернёмся в строй, как обычный. До скорой встречи!